В Кране есть и горячая и холодная вода, но банки, тазы и кастрюли Елена все равно не убирает. Говорит, что боится повторения ЧП на центральном водопроводе. Напомним, начиная с прошлой субботы и заканчивая поздней ночью вторника, два района Димитровграда из-за коммунальной аварии получали ХВС с перебоями, а подвоз технической воды организовали лишь во вторник после обеда. Мы за эти дни израсходовали столько горячей воды, которую не тратим за два месяца, наверное. Хотелось бы, конечно, чтобы сделали перерасчет, потому что деньги смыли немалые. Как пояснил нам директор Димитровградского контакт-центра, однозначного ответа на данный вопрос, интересующий в основном тех, у кого в квартире есть счетчики на ГВС, в законодательстве нет. И перерасчет стоимости горячей воды, которую димитровградцы были вынуждены тратить вместо холодной, это скорее вопрос наличия или отсутствия совести у городских коммунальщиков. Жителям необходимо обратить свою управляющую компанию и совместно с ними определить, на самом деле, были ли на вашем доме непредоставления коммунальной услуги, допустим, по горячему водоснабжению, либо по холодному водоснабжению. И уже совместно с управляющей компанией обращаться в ресурсоснабжающую организацию, и согласно 354-го постановление требовать или договариваться с ресурсоснабжающей организацией о произведении первого счета. Наталья Васильева, Виталий Немов. Наше время.